Торнадо Энерджи! Сильник уничтожен! 2 демедж! Сильник уничтожен! Большинству из вас уже известно, разработчики на своем официальном портале выпустили новость, что они отменяют те правки, которые они внесли в песочницы 3.0, то есть они их не удовлетворили, и оооо, на основных серверах в таком виде, вот тут ключевые слова, в таком виде вы их не увидите. При этом разработчики говорят, что часть правок очень им понравилась, и аудитории они очень понравились. Это такие незначительные правки, как увеличение хп на низкоуровневой технике, то есть с 1 по 6 уровень, там по такой вот, как он называется, прогрессии, идет увеличение хп. Чем ниже уровень, тем больше он получает хп плюсом. Это замедляет геймплей на низких уровнях и так далее и тому подобное. Действительно, хорошее изменение, здесь я спорить ничего не буду, оно, ну, классное. Хотя и никому не нужное, на самом деле, ну, не так много игроков, нет, все играют на низких уровнях в первое время, да, пока не докачиваются до средних, там, и высоких. Но вот я не помню, чтобы разработчики прям как-то активно поддерживали низкоуровневый геймплей, то есть, чтобы они туда вводили разнообразие карт, наоборот, там нет этого разнообразия, чтобы они туда вводили разнообразие техники, да, наоборот, они оттуда это разнообразие убирают. Ну, как-то так, если задуматься, получается, что, ну, неизвестно, просто упрощают вхождение игрока в игру, на самом деле. Но делать комфортным времяпрепровождение, то есть, чтобы это быстро не надоело, у разработчиков в планах не думайте, нет. Следующий момент касается техники, то, что они решили не делать разделение на аукционную и коллекционную технику, и всю технику, которую они выведут в балансе 3.0. Всю технику там, в том числе, 6, 7, 8, 9, 10 уровня, 3 десятки, это 113, 62, АМХ-30Б, французская СТ-шка, вся эта техника будет коллекционной. То есть, по сути, ее можно будет купить за кредиты и не надо будет прокачивать. Я сразу же хочу отметить два момента. Ну, наивно полагать, что разработчики дадут возможность покупать за кредиты на халяву без прокачки технику 10 уровня, да? То есть, скорее всего, о каких-то подводных камнях мы здесь с вами немножечко не допираем. И, ну, разработчики не особо-то нам об этом и стараются рассказать. Хотя они сказали, что подробности они в середине марта выкатят. Что будет дальше, типа, как они дальнейшее развитие вот этой вот всей песочницы видят. Ну, типа, как коллекционная техника, вот эта вся фишка им понравилась, и в ближайшее время это уже они хотят на основу пустить. То есть, это им все понравилось, это все хорошо. Поэтому, ребят, у меня многие просили, те, кто хотели Юдоса прокачать, да? Помните, я пару дней назад видос выпускал, где говорил, что, ну, кто хочет 62-ку прокачать, сейчас есть возможность получить скидку на ветку до 62-ки, то есть до 140-го. В общем, ребят, у меня просьба. Я не знаю до конца у этот, как его, 62-ка там, за какие условия она потом станет коллекционной, но то, что ее можно будет купить в любой момент, а не будет она акционной, это хорошо. Просто, возможно, это будет по кредитам очень дорого, я не знаю. А может быть, надо будет какие-нибудь условия выполнить, типа, попрыгать на пальцах левой ноги там. Вот. Поэтому у меня просьба, я ссылочку опять оставлю в описании. Если для вас не принципиально, вот, чтобы ветка была на 140-го, да, и вы голосовали, чтобы просто поддержать те, кто хочет 140-го выкачать, зайдите, переменяйте свое мнение на Удоса. Потому что Удос в тот момент побеждал, когда я вмешался в этот процесс, и многие поддержали меня в том, что надо скидку на эту ветку получить. Но так как спешки сейчас уже никакой нету, то логично было бы вернуть ребятам, которые очень хотели прокачать Удоса, такую возможность сделать это со скидкой. То есть, чтобы в марте была скидка на ветку Удоса. Так что ссылочка в описании, ребят. Кто не голосовал, зайдите, проголосуйте. Ну, просто, чтобы те, кто действительно Удос хотели прокачать, хорошая машина, могли это сделать. Если вам нужен 140-го, тогда оставляйте свое мнение за 140-го. Разумеется, тут у вас тоже никто их не отнимет. В любом случае, все должно быть по-честному. Идем дальше. Из хорошего, вроде бы, то, что оставляют, я все сказал. Теперь, что же разработчики решили убрать. То есть, по мнению разработчиков, игрокам не понравился момент с перебалансировкой, во-первых, ХП у высокоуровневых танков. Ну, тут я действительно считаю, что ХП накинули только ради того, чтобы повысить альфу бронебойных, то есть основных снарядов. То есть, в этом не было смысла, можно было бы просто голду так же понерфить и все. Но голду разработчики нерфить не хотят, потому что они вообще не очень большие фанаты нерфить все, что связано с премиум техникой, как вы понимаете. Так что, ребят, разработчики написали, что они все изменения по снарядам убирают. Это действительно хорошая вещь, потому что фугасные снаряды были полным шлаком. На тесте я поиграл, то есть, извините меня, уходят такие классические геймплеи, как на Шерман, там, Джимбо. Уходят классические геймплеи, как на Бабаха. Там фишка основная это в пробитии фугасным снарядом, а при непробитии каким-то уроном. ББшки там, ну, это чисто фановая вещь, как оказалось, да? А на тестовом сервере, да, вы там наносите по 1000 урона, но 20% отнимите, это уже будет 800 урона, и у вас нет никаких шансов пробить противника. А иногда вы наносите и гораздо меньше 1000 урона, и это голдовым фугасом. Ну, то есть, это нерв. Это потеря уникального геймплея. Зачем нужны Бабахи, если есть тот же самый Ягдпанзер Гистов, который еще может и потанковать? И гораздо более стабильно наносит этот урон ББшки. В 49-ке там просто ненужный хлам стали, да, всякие, как их называют-то, блин, Шериданы на 10-м уровне. Все, кто имеют фановый фугасный снаряд. Всякие ЛТшки, всякие британские СТС с хэш-фугасами, как дополнители. Даже на Леопарде хэш-фугасы есть, даже на Чифтейне есть хэш-фугасы. То есть, вот этот уникальный геймплей разработчики решили у нас не отбирать, и, наверное, это и правильно. Они написали, что пробитие у фугасов они решили не отбирать, что это была плохая идея. В связи с этим у меня для них есть отличная идея. Если вы так хотите снизить фугасный, грубо говоря, ущерб танкам, да, чтобы они не стреляли поголовно все фугасами, ну так сделайте простую вещь. Ну это как на уровне предложения, чтобы я и сделал. Я бы увеличил роль брони. Чем толще броня в месте попадания, тем меньше наносит урона. Да, я знаю, что сейчас стек броня, но введите, повышаю коэффициент х2, х3 там. То есть, если 100-мм броню стреляешь, у тебя срезается не 100 хп с фугасного урона, а 200 или 300. И тогда выцеливать слабые зоны фугасом и иметь шанс туда пробить или просто нанести хороший фугасный урон, это справедливо. Потому что знаешь, куда стрелять, наносишь хороший фугасный урон. То, что отменили изменения на арте, это нерв был арты в полной. Единственное, что хорошее в этом было, у артоводов появилось разнообразие. Они могли не только левую кнопочку мыши жать, но еще и на клавиатуре 1, 2, 3 выбирать. Теперь, каким снарядом они будут стрелять. Я уже много раз рассказывал, почему я считаю, что это нерв арты. Хотите, я вам отдельно видео расскажу, да? Отдельным. Ну, не буду. Короче, ББшки, летящие со скоростью 500 метров в секунду и наносящие урона 400, когда голдовый фугас наносит 500-600, еще и стреляет по площади, а ББшки могут раз там 10 не пробить, не попасть, а трикошетить, то нафиг такие ББшки нужны, да? И разработчики это признали, что такие ББшки действительно, ну, не востребованы, неиграбельны. И я не знаю, что они с этим будут делать, но тенденция возвращения арте ББшек мне понравилась. Лично мне понравилась. Единственное, что ее в каком-нибудь другом виде бы, конечно, надо возвращать. Ну и, наконец, самое главное, что меня дико, дико, дико просто опечалило, это то, что разработчики решили отменить ребаланс снарядов основных и голдовых. То, что ради чего все это вообще на самом деле и затевалось. Пока что они, я не знаю, они сказали, что они будут выкатывать новые идеи, как в середине марта они будут это, ну, идеи предлагать в середине марта, само собой. Как они это будут менять. Но на данный момент, ребят, донатеры победили. То есть донатеры это те, кто приносит картошке деньги, и те, кто могут себе за счет того, что у них есть премиум аккаунт, бусты и все остальное, позволить стрелять неограниченное количество голдов. Именно они больше всех и возмутились тому, что их привычный геймплей, когда не задумываясь на танке шестого уровня, имеешь Мауса там прямо в маску орудия, да, своей голдой, я утриирую, разумеется. Это, ну, как бы, сильно упрощает геймплей. Больше всех, наверное, мне кажется, вот это вот шла негативная волна от них, потому что мне что-то тяжело себе представить обычного игрока, а их 8 из 10 человек, между прочим, только 20% являются активными донатерами и играют с премиумом там и вносят деньги в картоху. Остальные пытаются там перебиться какими-то, ну, акциями и всем остальным, чтобы нафармить себе кредитов. И они не возят в фулл БК голды. У них там половиночка там голдового снарядика на один бой. Вот их лимит для того, чтобы добить какого-нибудь противника. И вот эти люди, они очень бы обрадовались тому, что теперь все будут играть на равных. Но картоха прислушалась больше к тем, кто донатит. И решила, что эти изменения плохие, потому что, ну, а как же так-то? Ведь теперь же нельзя по КД пробивать ИСа-7 на своей восьмерке. Нет, я согласен, там многие танки были дисбалансные, их надо было как-то править. Например, те же, там, я не знаю, 44-ка у него плохое пробитие на ББшках, 69-ка плохим пробитием на ББшках обладает. Да еще куча татков обладает плохим пробитием на основных снарядах, в том числе и ЛТшки, в том числе и еще часть высокоуровневой техники тоже там не блещет. И всем, чем бы это закончилось, игроки всегда ищут и простой геймплей, и они пересели на БТшки. Блин, я, короче, долго рассказываю о том, что не надо рассказывать долго. И это и так на все просто супер очевидно. Ребята, ну, играть на ББшках, когда у тебя просто мотивация, что голда менее эффективна с точки зрения урона в минуту, но более эффективна с точки зрения, если ты вообще не знаешь, куда пробивать, это классная идея. Я не знаю, если разработчики от нее откажутся, то это будет просто фиаско. Потому что сейчас, вот лично у меня, 850 тысяч голды на аккаунте. Около сотни миллионов кредитов. Я не вижу для себя ни единого повода, почему я должен не заряжать фулл БК голдовых снарядов. Почему? Почему я не имею права выкатить в рандоме на 50 самых пробивных, там, с пробитием 340, голдовых снарядов? Что меня должно остановить? У меня нет ни единой мотивации играть на простых снарядах. Я даже в минус не ухожу, играя на фулл голде, потому что сейчас те, кто донатит, они могут себе позволить играть на фулл голде. Когда я пришел на тестовый сервер песочницы, у меня была мотивация не стрелять голдой. Да, сначала было непривычно. Немножечко. Извините, за несколько лет человек привыкает. Но за пару дней ты привыкаешь играть на ББшках. И это работает в обе стороны. Это реально работает в обе стороны. Потому что, когда ты поиграл на ББшечках на своих, ты не забываешь, что не только у тебя проблемы с пробитием, но и проблемы с той стороны, с пробитием тебя. И у них выбор. Либо дать тебе миссий, музичный урончик, но гарантированный голдой. И ты такой, ха! Разве это удар? На! Вот это удар ББшкой. Учись пробивать, сынок. Или же просто смотреть, как от твоей брони отскакивают рикошетики, там, непробитие. Не, ну, разумеется, если против тебя хороший игрок, он выцелит и даст тебе ББшкой. Понимаете, да? И про проблему прем-техники. Я там тоже отдельно делал уже видос. Не хочу сейчас опять на 15 минут поднимать эту тему, что прем-техника-то она тоже играет, извините меня, на два уровня вниз. И количество танков одноуровневых, с которыми она встречается, у которых тоже друг друга они тоже, не каждым выстрелом начинают пробивать. И что это удлиняет время боя. Это тоже классно. Извините меня. Я сейчас играю на С-6 на фулл-галде, на основном сервере, и получаю меньше удовольствия, чем я получал на фулл-ББ на том же сервере. А с учетом того, что на ББшках я еще и фармил дико в сбоя, то у меня прям удовольствие дополнительное. И мне кажется, разработчикам не надо бояться увеличить в конечном итоге КХП танкам. Да, я полгода назад от этого дико горел, переживал за статистику, говорил, что это будет просто другой мир танков, и никто к этому не сможет адекватно привыкнуть. Но вы знаете, проходит время, ты привыкаешь к этому, а мозг у человека устроен так, что все, что у него непривычно, оно ему доставляет как бы, ну, удовольствие. Я поясню по поводу урона. Вот ты стрелял всю жизнь на 500 в среднем, а тут бац, у тебя стал урон 600. И ты стреляешь, а у тебя подсознательно у меня альфа прошла. А мозг, он дурак, он не понимает. Ему, я не знаю, там, машину подарить, и 600 альфы вылетело вместо 500. У него одинаковое количество выработки этих эндорфинов, гормонов счастья, или если я там правильно все это называю. И вы получаете удовольствие одинаковое, что оттуда, что и оттуда. И каждый выстрел у тебя, мозг такой, опять альфа прошла, опять альфа прошла. Ты головой-то осознаешь, что здесь урон увеличенный, а счастье получаешь от каждого урона. Просто неимоверно. Я понимаю, что это временное явление, но, извините меня, песочек тоже временное явление. Может быть, это и затмило мои глаза, они просто залились радостью, что я прям вот играю, и мне все нравится, понимаете? Вот я зашел на песок, я играю, и мне нравится. Мне не понравилась арта, мне не понравились пугасы, мне не понравилось играть на долбанных ББшках. Когда в меня не стреляют по КД 9 из 10 выстрелов, когда я на хорошо бронированном танке, когда в меня по КД не летит голда. Мне это понравилось. А разработчики это отменили. Отменили это они из-за того, что ныли те, кто... Говорят, а как я буду теперь пробивать? Ну, спасибо, блин. Я сам донатят. Но, блин, ну я впервые в жизни реально прям радовался, играя в рандоме на ББшках. Потому что это работало не только по моей инициативе. Ха, я теперь мужик, я зарядил ББшки и буду рашить на них. А меня будут все голдой обливать с ног до головы. В меня тоже стреляли ББшки. И это было классно. Но вот разработчики, я не знаю, очканули. Я надеюсь, они от самой... Понимаете, я не за то, что как это реализовано. Я за то, что идея сделать основные снаряды более предпочтительные, чем голдовые. А голдовые сделать только для крайнего случая, как это было 10 лет назад. Вот на этой мысли я и закончу. Я и так ее разжевал на полчаса. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.